Смотрите, какие милые ёжики! Как я обожаю ёжиков! У меня током не шарахнет. Друзья, всем привет! Всех поздравляю с Новым Годом! Сегодня 1 января, и я приготовила для вас очень интересную распаковку. Мы будем открывать старые новогодние игрушки, которые нашлись на чердаке у моего дедушки в старом доме. Вот такая вот страшная коробка, поэтому она лежит в мешке, чтобы на видео это выглядело красиво. Но коробка очень древняя, я даже не знаю, с каких времён она лежит. Давайте её откроем. И мне кажется, что почти все люди любят старые новогодние игрушки. Они очень красивые, мне кажется, что в них есть душа. Смотрите, здесь в коробке сверху лежит журнал, который называется «Новое время». И какого он года? 1963 года. То есть коробка, скорее всего, лежит вот с этих времён, закрытая, её никто не открывал, и это заметно по количеству пыли. Все игрушки проложены газетами. Здесь вот есть... Запах здесь тоже старый. Здесь есть вот такие гирлянды из лампочек. Мне кажется, они висели на каждой ёлке. Тут крашеные лампочки такие, накаливания. Да, я помню, у нас были такие же, но чуть-чуть поменьше. Здесь вот такой дождь, тоже завёрнутый в гирлянду, в бумагу, в гирлянду. Аква. Мы никогда не вешаем дома дождь, потому что бы кошка его не съела. Ей, видимо, интересно. Так, ещё здесь вот такие вот бусы. Вот они точно были в каждом доме, в каждой квартире, я очень хорошо их помню. Стеклянные бусики, которые звенят. Так, бусы немного провалить, потому что вот маленькая часть от них такая. Какой-то интересный свёрток, сейчас посмотрим, что в нём. Ой, запах очень старый. И в этом свёртке снова гирлянды, только уже вот такие. Не крашеные, обычные, и не все замотанные изолентой. Видимо, её чинили многократно. Интересно, она работает вообще? Аква, давай включим. Видите, меня током не шарахнет. Ах, она горит! Здесь у нас коробочка. Что здесь такого лежит? А здесь какие-то игрушки. Это вот конфетка. Помните, такие на ёлку вешали фантики? Пустые из-под конфет. Вот так вот проволочка здесь висит. Забавно. Ещё одна такая же конфетка с проволочкой. Ну, они, конечно, немного помялись, но, в принципе, сохранились достаточно неплохо. Смотри, Аква. Всё проложено ватой. Сосульки. Всякие разные сосульки разной формы. Смотрите, какие милые ёжики! Как я обожаю ёжиков! Это вот такие картонные штучки. Я не знаю... А, тоже они вешались на ёлку. Да, здесь вот ниточка есть. Вот такие классные ёжики. Птички тоже картонные. Не знаю, как называется птичка. Может, какой-то жаворонок. Какая-то очень странная штука. Вот такая. Кто это, как вы думаете? Вся пластмассовая, двигается. Ну, честно, я бы такое испугалась, наверное, в детстве, если бы увидела на ёлке. Опять сосульки. Разные, стеклянные. Такие. Какая-то штука. Это так. Вот так вот делать. Мне тут подсказали, что это горн музыкальный инструмент, но мне больше напомнил рок, который лежал у моей бабушки в серванте, и в который нужно было наливать вино. Ну, вот, в общем, так вот он висит на ёлке. Тоже очень красивая штучка. Ну, и снова сосульки. Куча сосулек. Такая большая зелёная сосулька. И красная сосулька. Розовая. И ещё розовая сосулька. В общем, сосулек прям очень много. Это, видимо, были самые популярные игрушки. Вот эта штучка... Давайте назовём её фонариками. Я просто не знаю точно, как они все называются. Вот ещё сосульки. Но они все красивые. Хотя я стеклянные игрушки дома не вешаю. Знаете почему? Ну, вы, наверное, знаете почему. Потому что вот у нас кисонька. Поэтому у нас все игрушки пластиковые. И даже несмотря на то, что вот эти мне нравятся, я их не могу повесить на ёлку. Вот такая штучка ещё есть. И вот эта, к сожалению, сверху разбилась. Но это какой-то кувшин. Так. Ну, и ещё есть шишечка. Вот. В детстве они мне очень нравились. Такие шишечки. Они были разных цветов, разных размеров. Здесь блестящие. А здесь сверху такие матовые, белые. Как будто бы на них снежок нападал. Давайте посмотрим, что там есть ещё. Морковка. Я читала, что в какие-то советские годы очень популярно было украшать ёлки овощами, фруктами. Потому что развивалось сельское хозяйство. И вот они так отмечали Новый год. И очень много игрушек выпускали в форме морковок, картошек, огурцов и так далее. Вот такая ещё маленькая шишечка, крошечная, красивая. И так вот. Много стекла есть. Видимо, что-то разбилось, пока она хранилась. Есть вот космонавт. Или Чаполина. Я не знаю, кто это будет. На кого это больше похоже. Но вообще, мне кажется, казалось, что это космонавт. Но у него вот здесь сзади есть какой-то рюкзачок. Поэтому это, наверное, всё-таки Чаполина из сказки. Вот такие вот шары. Я тоже помню, они висели у нас на ёлке у родителей. Вот этот шар с фосфорными полосками, который светился в темноте. Я его брала с собой под одеяло и смотрела, как он будет светиться. Такими зелёненькими полосочками. И вот такая вот игрушка тоже. Мне кажется, она очень популярная. Была в каждом доме. Ну и маленькие, такие же точно, как я вам большой показала. Вот такие вот маленькие крошечные шарики. Кусочки ваты. Снова шишка. И вот это вот больше похоже на огурец, кстати говоря. Может быть, это как раз та самая овощная серия. Не знаю, что это такое. Если вы знаете, как называется эта игрушка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне было бы очень интересно узнать, что это такое. Вот такой шарик, который похож на диско-шар светящийся. Тоже красивый. И что там? О, сова! Просто невероятная сова. Она здесь вот немножко разбилась, но, блин, она всё равно очень классная. Наверное, я оставлю её себе. Не знаю только, куда ей девать, потому что кошка её, мне кажется, совсем уничтожит. Но она прям очень красивая. Обожаю сов. Здесь ещё есть зела. Тоже, мне кажется, они были у всех. Красивые, разных цветов и размеров. Вот эта вот зелёная с каким-то серебристым наконечником. И здесь немножко с этой стороны жёлтенькая. Видимо, она должна так крутиться на ёлке, и будет разных цветов. Очень красиво. И ещё одна сова, только она уже целая. Вот, такая красотка. Положим её к подружке. Вот такая большая шишка. Серьёзная. Больше похожа на сосновую. Красивая, целая вообще. Ни одного скола, ни одной царапинки. Даже ниточки нет. Возможно, её даже и не вешали на ёлку. Вот такой фонарик. Который из серии стеклённых бус. Тоже они были много у кого. Я их хорошо помню из детства. Снова у нас овощная фруктовая тема. И вот такая вот груша. Ну, снова шарики. Они уже были, поэтому я не буду их вам долго показывать. Вот такой шарик. Разноцветный, жёлтый, красный, зелёный. Такие игрушки. Не знаю, что это такое. Наверное, сосудка. Ещё такие шары. Ну, вот эти тоже очень популярные. Их у нас было много. И, видимо, их, в принципе, было много. Потому что есть редкие игрушки, которые тяжело было достать. А вот эти шары были, видимо, очень синепопулярные. Вот ещё снеговик. Или кто это? Не знаю. Похоже на какую-то зимнюю матрёшку, если честно. Эта игрушка очень интересная. Но лицо у неё не сильно доброе, я вам скажу. Но она красивая. Такая тоже. Похожа на вот эту вот серию. Видимо, это одна коллекция игрушек. Только другой формы. Так, так, так. Снова тут конфета пустая. Что ещё тут есть? Фонарики. Они все были, они повторяются. Мне хочется найти что-то новенькое. Вот, посмотрите, какой филин. Боже, это так красиво. Красиво. Вот он, наверное, с совами шёл в одном комплекте. Они даже сделаны в одной цветовой гамме. Вот у совы с сиреневой спинкой, у филин с сиреневой спинкой. Видимо, это такой лесной набор игрушек. Очень красивый. И ещё здесь какая-то есть птичка, которая уже истёрлась со временем. Я не знаю, кто это. Вот она такая маленькая. Но это явно птичка. Вот у неё здесь вот есть сбоку крышки. А клюв уже у неё отклеился. Что-то с ним случилось. Но игрушки старые, конечно, сколько лет они лежали. Сколько лет ими пользовались. Поэтому некоторые, к сожалению, не сохранились. Вот ещё есть такая же злая девочка. Злой снеговик, не знаю. Как я вам показывала в самом начале. Снова шарики. Много-много шишек маленьких, больших, всяких разных, цветных. Вот они красивые. Здесь лежит тёмно-зелёная ткань. Разворачивать я её не буду. Она очень сильно пыльная. Видимо, её использовали для того, чтобы закрыть основание у ёлки. Чтобы это было красиво. Тяжело найти что-то в вате. Есть вот такие вот бумажные флажки. Тоже у меня были такие в детстве. Тут различные сказочные персонажи нарисованы. Или фрагменты сказок. Тут петух есть. Козлик, кот в сапогах. Баба-яга. Там конёк-горбунок. В общем, полно всяких сюжетов. И сказок. И вот они развешивались по квартире. У меня были такие же, но большие. Вот, очень интересные тоже игрушки. Йоа. Снова. Уже другая. Другой формы. Ещё одна шишечка. Красивая такая вот. Тоже она выглядит практически новой. И, наверное, ей не пользовались. То есть у неё даже вот эта вот штучка прям в идеальном состоянии. Вот, смотрите, здесь есть солдат. Вот такую игрушку я точно не видела. У нас её не было. Хотя муж за кадром мне сказал, что у них были солдатики. Но это неудивительно, потому что, Женя, у тебя папа военный. А у нас в семье не было солдатиков. Здесь вот у солдата красная звезда на шлеме, на шапке нарисована. Он очень красивый. Тоже очень хорошо сохранился. Видимо, его вешали куда-то наверх. Как, знаете, игрушки, которые больше всего жалко, вешали на самый верх, чтобы они не разбились. Чтобы там ты случайно не заделал или домашнее животное, или дети. Поэтому солдатик прям в отличном состоянии. Что здесь есть? Ещё. Ещё есть вот такая вот игрушка. Тоже какой-то фонарик. Такой точно я ещё вам не показывала. Она вообще одна вроде в коробке. Она вся серебристая. Здесь у неё какие-то узоры красивые. В общем, остальные игрушки все повторяются. Эта всякие шишечки, шарики, юла. И, наверное, не буду их доставать, чтобы они лучше сохранились. Поэтому мы сейчас их упакуем обратно и уберём снова на чердак. Пусть они лежат. И, может быть, когда-то мы нарядим ими настоящую ёлку. Ещё чуть не забыла. Дедушка мне прислал вот такую вот книжку, завёрнутую в бумагу. Я очень хорошо помню её из детства. Это такой картонный домик. И мы ставили его под ёлку. Туда просовывали лампочку от гирлянды. И мне казалось, что он живой. И как будто бы по ночам там просто все оживают, ходят. И он был по-настоящему сказочный. И я очень рада. 29 лет, что мы его нашли. И я смогла вспомнить своё детство. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот такая вот у него интересная обложка. И кто-то сказал, что он из Германии. Но здесь написано, что он сделан в Чехословакии. Вот такой Дед Мороз забавный. Как будто он уже шампанского выпил, фужорчик. А то и два. И вот так вот открывается домик. Вообще он очень красивый. Я не знаю. Я бы вот с удовольствием поставила бы его и сейчас под ёлку. Мне не нужны никакие новые, модные, похожие конструкции. Я бы поставила вот этот домик. Но у меня кошка, и я боюсь, что она его доломает. Хотя он сохранился достаточно хорошо. Вот эту вот штучку только Сане нужно будет склеить как-то. А так это очень красиво. Напишите в комментариях, если у вас тоже были такие или похожие штучки. Мне интересно. Друзья, вот такая вот у нас сегодня получилась ретро-новогодняя праздничная распаковка. Что ещё может быть лучше 1 января? Лично я вспомнила своё детство. Потому что я родилась в 91 году. И эти игрушки у нас очень долгое время висели на ёлке. Очень надеюсь, что вы тоже вспомнили свою молодость, своё детство, юность. Посмотрев на эти игрушки, окунулись в то время и почувствовали себя ещё счастливее. Ещё раз всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам много счастья, здоровья и открытых границ. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!